В Апатитах ходят упорные слухи о том, что неправильно оформленные гаражи будут забирать у владельцев, а то и вовсе принудительно сносить. Опасения не беспочвенные. Далеко не все хозяева имеют полный пакет документов на гараж. А главное на землю подним. В проблеме, которая затрагивает каждую вторую апатитскую семью, разбирался Дмитрий Сергеев. В Апатитах 10 тысяч гаражей, только половина из них правильно оформлена. Конечно, это не значит, что строение без полного пакета документов непременно снесут. Никто не собирается загонять сюда бульдозеры. Но вот собирать все причитающиеся городу платежи со всех владельцев гаражей в мэрии настроены очень серьезно. Даже если земля не оформлена, но используется и на ней стоит гараж, собственник обязан вносить в городской бюджет арендную плату. Она зависит от места и составляет порядка двух с половиной тысяч рублей в год. Платеж собственники должны вносить добровольно. Тем не менее, профильный комитет разослал уже пять тысяч квитанций. Если человек уклоняется от оплаты или оформления земли, данные пойдут в Росреестр, и он примет меры, а попросту оштрафует. Если человеку первый раз вынесли 10 тысяч рублей, проходит ему дается определенный период времени для того, чтобы он предпринял все необходимые действия для оформления этого участка, и он их не предпринимает. Его вновь привлекает к административной ответственности, но штраф уже будет не 10, а на усмотрение мирового суда он может быть 20, 30 и так далее. На сегодняшний день у нас есть случай, когда лицо несколько раз привлекалось к административной ответственности, и штрафы выдавались уже ему по 30 тысяч рублей. Неоформленная земля грозит не только штрафами, но и проблемами при продаже гаража, передаче его в дар или по наследству. Избежать санкций и неприятностей можно. Если владелец гаража успел написать заявление в имущественный комитет на оформление земли до принятия решения Росреестром, его штрафовать не будут. По всем вопросам обладатели гаражей могут обращаться в отдел земельных отношений Апатитской администрации. Адрес и телефон вы видите на экране.